Инженеры, исследователи, научные сотрудники ядерного центра сменили офисную одежду на спортивную для того, чтобы с оружием в руках выяснить, команда какого отделения сильнее. Ежегодный чемпионат по пейнтболу «Ядерный удар» собрал несколько команд. К названиям своих сборных некоторые подошли с юмором. Зоркий глаз, дятлы из Дукласа, 21 элемент. Сотрудники одного конструкторского бюро назвали команду «Винни-Пух». Потому что мы медведи, потому что нам без разницы поражение, победа – главное участие. Забавное название сборной не отменило серьезного настроена борьбу. Пейнтболист с многолетним стажем Кирилл Мамонов участвует в чемпионате ради спортивного драйва. Спортсмен точно знает, что тщательная подготовка перед сражением – лишь одна из составляющих будущей победы. Поэтому перед выходом на площадку игроки тщательно экипируются. Хотя пейнтбол считается безопасным видом спорта, шарик с краской, выпущенный из маркера с сжатым воздухом, может травмировать открытые участки тела. Залог успешного завершения боя – это грамотные и слаженные действия игроков на поле. Надо сразу занять удобную позицию и от нее уже отстреливаться. Но засиживаться на одном месте тоже нельзя, так как у меня уже опыт есть в игре маленькой. Надо двигаться вперед. Как бы если чувствуешь, что уже двух-трех человек ты попал, надо двигаться и дожимать сразу. Чемпионат проходил по круговой системе. Команды играли друг с другом до двух побед. Набравшие небольшое количество очков становились участниками полуфинала и финала. В этот раз сменить душный офис на пейнтбольное поле решили шесть сборных из различных подразделений ядерного центра. У нас сейчас количество плавно пересекает в качество. У нас больше собираются такие вот устоявшиеся команды с игроками, с опытными, которые умеют играть, которые какой-то опыт имеют. Посмотреть на пейнтбольные бои и поддержать участников турнира пришли коллеги, друзья и родственники. Короткая перестрелка и вот уже одна из команд возвращается с площадки с победой. После завершения игры участники и болельщики делились впечатлениями, указывали на промахи и давали советы по тактике ведения боя. Круговая система чемпионата позволила некоторым командам отыграться и исправить свои ошибки в игре со следующим соперником. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.